В заключительном туре чемпионата Италии Миланский Интер сыграл в ничью с Вероной со счетом 2-2. Главный тренер команды Симония Индзаги предоставил больше игрового времени тем футболистам, которые редко выходили на поле в течение сезона. Генрих Мхитарян остался на скамейке запасных и не принял участия в матче. В составе Нерадзури Марко Арнаутович оформил дубль, и возможно, этим летом он покинет клуб, так как саудовские клубы проявляют к нему интерес. Интер завершил сезон с потрясающим результатом в 94 очка, оставив ближайших соперников далеко позади. Разница между ними и Миланом составила целых 19 очков. Еще одна немаловажная деталь в завершении сезона. В 38-м туре Аталанта обошла Торино и поднялась на 4-е место, что расстроило Рому и болельщиков турнира. Дело в том, что Аталанта обеспечила себе участие в Лиге чемпионов после победы в финале Лиги Европы. Но только при пятом месте Аталанты, серия А получила бы 6 командов Лиги чемпионов, чего уже точно не случится. По итогам сезона из серии А вылетели Фразеноне, Сосуола и Салернитана, а из серии Б повышение в классе получили Парма, Кома, а еще одна команда определится в финале плей-офф между Креманезией и Венецией. Генрих Мхитарян завершил сезон, став лучшим ассистентом Интера с 8-ю голевыми передачами. Также на счету у Генриха 2 гола. Армянин также попал в команду сезона серии А по версии AFC 24. Карта Мхитаряна с рейтингом 93 доступна в сборке ИПК. Тот с картом Мхитарян получила три золотых игровых стиля, прицельный удар щечкой, разрезающий пас, и сильный пас низом. Также Мхитарян на днях дал интервью туринской Ла Стампа, где Армянин отметил, что он хотел бы сыграть еще один финал и победить в нем. В матче с Манчестер-Сити поражение было незаслуженным. Некоторые игры бывают в жизни лишь однажды. Команда много обсуждала, чтобы понять, в чем можно стать лучше. Это сделало их сильнее. Генрих также хотел бы забить еще несколько голов, как тогда, когда он играл на позиции второго нападающего или триквартисты. О своем будущем после футбола, Мхитарян уверен, что будет занят, иначе сойдет с ума, находясь дома 24 часа. Он хочет научиться готовить, путешествовать и поддерживать себя в форме, чтобы не стать толстяком. Еще он планирует записаться на тренерские курсы, но пока не знает, хочет ли быть тренером. А я на этом все. Пожелаем Генриху отличного отпуска и достижений новых вершин в следующем сезоне. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Всем добра и громких побед.